Забавные новости из столицы нашей родины приходят. Депутат Даулет Мукаев был очень возмущен, узнав, что в Казахстане, даже чтобы устроиться уборщицей, по его данным, нужно дать взятку. Полмиллиона тенге. Ну где такие ставки и сколько тогда эти уборщицы, которые дают такие входные, зарабатывают? Об этом подробностей нет. Но вот Даулет Мукаев привел и другие случаи, к примеру, сколько стоит получить место школьного учителя. Об этом заявил мажором лесмен. Ему вообще рассказывают сами люди в своих письмах. Давайте, чтобы не быть голословными, послушаем вот это выступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну в общем, вряд ли депутат своим заявлением кого-то сильно удивил или шокировал. О тотальной коррупции все эти годы говорят постоянно. Простые казахстанцы, для них это тоже не новость. Ну в общем, сухие цифры. Только в прошлом году в стране было зарегистрировано полторы тысячи коррупционных преступлений. Это только официальные данные. А сколько вот таких случаев, когда уборщицы, учителя устраиваются за деньги? Об этих историях, ну понятно, никто не говорит во таких абсолютных цифрах. Вопрос риторический. Ну какие реформы по этой части нужны страны? И заинтересованы ли вообще власти бороться с вот этими входными за то, чтобы занять какую-то должность или какое-то место? Поговорим мы сейчас прямо об этом с юристом, нашим постоянным экспертом Сергеем Муткиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Сергей, спасибо большое. Сразу вопрос. Вот смотрите, депутат говорит, место уборщицы стоит 500 тысяч. Вот вы как думаете, такое вообще возможно? Да, лично слышал про учителей, про больницы, санитарки. Практически везде, практически каждый устраивающийся платит. Тогда следующий вопрос. Вы как юрист, что скажете на вот такую информацию, что место судьи и прокурора в некоторых наших областных центрах может стоить и несколько сотен тысяч долларов? Да, тоже слышал что-то подобное. Ну, я как бы... Вопрос в чем? Как бороться с этим? Как бороться с этим? Хорошо, давайте. Сергей сам формулирует это себе вопрос. Да, окей. Как бороться с этим? Что нам делать, чтобы вот в этой школе, ну это совсем же безобразие, 500 тысяч за место уборщицы? Ну, в школах знаете почему? Вот смотрите, кто берет эти деньги? Директор берет, правильно? Директору дают. А директор там как появился и с какими целями он там вообще сидит? Он сидит вот с этими целями, чтобы там зарабатывать, в том числе на этом. Ну, мне рассказывали, например, учителю нужен отгул. Да, вот обычному учителю нужен отгул. Он подходит там к директору, к завучу, отпроситься. Ему говорят, 10 тысяч в деньге, дорогой или дорогая. Нужен отпуск без содержания, то же самое. Ну и так далее. Все вот такое товарно-денежное. Опять же, почему? Потому что директор сидит, это бизнесмен, который зарабатывает. В основном так, я не хочу сказать, что 100%, но большой-большой процент таких людей. Откуда они там появились, все эти директора? Их назначила или назначил начальник управления образования. Там почему-то женская в основном я не случайно назначила, сказал. Так вот, начальник управления образования, она как вообще ставит директоров школы? По какому принципу и признаку? Оказывается, то же самое. 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов в кресло директора. Платишь, попадаешь туда. Потом отбиваешь и зарабатываешь, сидишь. И еще каждый месяц тоже отчехляешь этому начальнику управления образования. Начальник управления образования каким образом попал на свое место и для чего он туда попал? Точно так же попал за деньги и сидит, зарабатывает деньги, всем раздает деньги ежемесячно, всяким там контролирующим прокурорам, контролирующим антикоррупционерам, куда там Акимат его назначает или кто там за Макима и так далее. И вот это вот все такое жуткое порочное. Как ломать? Ломать надо, чтобы это не зависело от чиновника. Ну, например, директор школы, ну давайте помечтаем, чтобы он избирался там родителями учеников. Вот есть школа, и там, пожалуйста, пусть выберут они себе. Зачем начальнику управления образования назначать директора вот такого коррумпированного? Или мы думаем, что будет какой-то хороший, вдруг, да, попадется хороший начальник управления образования? Тоже мечта, но на самом деле даже самый хороший через год-два-три сломается и будет таким же коррумпированным, все вспомнит, как другие что-то делали. Поэтому вот эти выборы, они очень помогут. И если там старшие, старшеклассники и родители там детей, моложе там 16 лет, будут избирать себе директора, кого они изберут? Тот, кто будет лучше детей учить. У директора появляется стимул лучше учить детей. И ему нужно набирать лучших педагогов, а не за взятки, кого попало, чтобы тут изображать это обучение. Ему надо, чтобы дети шли. Потом очень важно, например, в образовании там ваучер, да, придумать. Вот сколько государства на одного человека, на одного ребенка тратит в год денег на его обучение? Ну, не знаю, ну, например, там миллион тенге, да, к примеру, там, условно. Вот этот миллион тенге, который тратит государство, все надо туда посчитать. И содержание школы, и содержание зарплат учителям, и полностью все расходы. Вот миллион, допустим, стоит, а может, больше гораздо стоит. Вот этот миллион, ну, не живыми деньгами, конечно, а бумажкой, ваучером, нужно давать каждому родителю перед учебным годом. И каждый родитель вот с этим своим ваучером вправе прийти в любую школу, в какую он хочет пойти. Куда родитель понесет эту бумажечку? Да, там, где лучшие условия для его ребенка. И, соответственно, директора школ будут заинтересованы, чтобы к ним пришли детки, вот с такими бумажечками, будет больше финансирования, будет лучше. То есть, опять же, интерес вот этот вот. Плюс вот эти вот ваучеры бы давать еще и всем, ну, их давать надо всем, и их принимать должны не только в частных школах. Ой, вернее, не только в государственных, но и в частных. Представляете себе? То есть, государство скажет, а все равно же государство выделяет на каждого ребенка деньги. Никто же не знает, кто там кого поведет в частную школу. И государство говорит, пожалуйста, частные школы, создавайте, да, самые лучшие педагоги, какие у нас есть, да, пожалуйста, уходите с государственных, создавайте частные школы. К вам будут приходить дети, эти миллион отдают государственного. Да, у вас, наверное, в частной школе это будет покруче стоить в год. Допустим, два миллиона. Ну, вот миллион вам отдадут государственные, миллион еще из своего кармана родители заплатят. Прекрасная возможность. И тогда не нужно вот этих вот, опять же, жуткие коррупционные вещи. Строительство школ, да, на них много же там воруют? Много. А зачем государству строить кучу школ? Вот сделали вот такую схему, да, и появляются частные школы. Сами собой. Государству не надо башку ломать над этим. Они сами появятся, сами будут развиваться, сами будут классно учить детей, родители будут тащиться от всего этого устройства, потому что это очень здорово. Они половину покрывают за счет бюджета, половину сами доплачивают. Все довольны, все прекрасно. Представляете себе? Сергей, вот смотрите, такой вопрос. Некоторые автовладельцы говорят, что в Алматы и Астане, если мы говорим о коррупции, вот с взятками гаишникам как-то навели порядок. Что даже где-то иногда и хочешь дать, ну, чтобы штраф был меньше, чтобы не пришлось платить, не берут. Не берут, везут автомобиль на штрафстоянку. А вот чуть-чуть выйдешь в область, и сразу там голодные гаишники на тебя нападают, и приходится платить. Правда это или нет, что в Алматы и Астане с вот какими-то коррупционными такими вещами со стороны вот бюджетников, со стороны полицейских, полицейских, как-то навели порядок? Ну, может быть, чуть лучше, но в целом нет. Все равно, вот давайте так, тот человек, который устраивается на должность гаишника, его вообще мотивация какая? Ну, я сейчас не знаю, сколько зарплата гаишника. Все, заработать денег побольше. Вот, например, там 200-300 тысяч, не знаю, сколько платят гаишнику. Вот ради вот этой вот цели он устраивается, ради вот этих денег, 300 тысяч тенге, ну, например, да, вот я говорю еще раз, не в курсе сейчас, раньше знал, сейчас нет. И как бы, а ведь пашут очень здорово они там, да, то есть там вот эти вот бесконечные дежурства, с утра до ночи, с ночи до утра ездить надо, бесконечные эти вызовы, бесконечно туда-сюда, вот это вот все, кутерьма, постоянно все надо там на видео записывать и прочее. И все, ради 300 тысяч тенге не поверю. И это на самом деле так, что нет, это не основной доход. Основной доход — это взятка. И поэтому в голове у каждого такого выходящего на ежедневное дежурство цель — как можно больше срубить денег. Опять же, он устроился туда за взятку, ему надо платить ежемесячно вот эти вот всем своим там командирам на всякие там мероприятия и на прочее, постоянно у них поборы эти идут. И все это за счет вот тех взяток, которые они собирают с водителей и еще с кого-то там, кого они там ловят. Я не знаю, у нас же сейчас универсальные полицейские, они не только с водителями работают, они там на всякие вызовы хулиганов и прочих выезжают. И тоже основная цель — вот они приехали, моментально глазами стреляют туда-сюда, так с кого можно срубить. То ли того, кого обвиняют, то ли тот, кто вызвал, то есть против кого все повернуть, кому раздуть какую-то проблему и дать человеку каким-то образом потихонечку понять, что он может откупиться от этого. Конечно, в Алстане, в Алма-Ате это страшнее делать, потому что гораздо чаще, наверное, ловят, гораздо жестче контроль, но тем не менее просто сумма взятки увеличивается, это становится реже, но дороже. Так, Сергей, еще один вопрос, надеюсь, вы на него ответите. Ну хорошо, смотрите, устраиваются за взятки, дают начальству сверху, в Алматы или в областном центре. Начальники средней руки дают еще наверх. Правда ли это, что какие-то, что вот эти все ручейки, маленькие ручейки, они потом сливаются в одну большую реку, и все эти реки, все равно какая отрасль, образование, полиция, здравоохранение, все идет в Астану. Так или иначе, руководитель каждой отрасли, он имеет отношение, пусть даже не прямое, но определенное косвенное, к вот этой коррупционной схеме. Ну, подавляющее большинство, да. Потому что, вот понимаете, если они там на местах сидят и рубят вот эту капусту, да, вот представьте себе, начальники управления образования, начальники полиции там и прочее, они сидят и ежемесячно получают огромные суммы денег. И если они это не отчехляют наверх, то про этого там министра или какого-нибудь начальника департамента там в министерстве будут говорить его коллеги, его там друзья какие-то, его уровня, да, вот там же в Астане, которые с ним общаются, и он с которыми общается. Они будут все так, и ему может быть в лицо, и вокруг тихоря про него говорить, лох, лошара, посмотрите, все как бы живут как люди, а он вот, ну, как вот в той нашей Раша, да, там, гаишник, который не брал взятки. Вот примерно так же будут про этого человека говорить. И даже если у него какие-то были там честные намерения, бедные, вот в этой системе, он, ну, как бы, вынужден будет. А потом ему просто тоже стыдно, вот как человеку. У него там все берут, а он не берет. Или тогда ему надо бороться со всеми. Если он такой суперчестный, ему надо вот этих всех уже на местах начальники, которые в областях сидят, сделать их тогда честными. Да, ну, это же подрыв всей системы вообще, да, то есть его быстро снимут такого. Сергей, у меня такой вопрос, я просто послушала тоже выступление этого депутата, и там он задается вопросом, почему созданы как будто бы антикором все механизмы, да, там, звонить на 1424, по-моему, прямой номер, да, у тех, кто обращается к нему, там, сообщает о взятках, у них есть зачастую видео, аудио, доказательства. Но почему как будто это все не работает? Вот вроде есть куда обратиться, есть доказательства, но люди боятся, и вместо того, чтобы обращаться в антикор, они пишут там депутату письма. Что не так с этой системой? Есть же у нас еще и премии, да, за сообщения о взятках. Почему это все как будто бы не работает? Или работает, но не так, как, но не в полной мере? Нет, потому что не продумывают. Вот все же должно быть, понимаете, выгодно. Вот человеку, давайте, простому человеку, вот этой уборщице или учительнице, выгодно ей сообщить в антикор, что у нее вымогают взятку, и что она там вот готова дать взятку, да, ей вот это намекнули, сказали, чтобы она пошла, сделала заявление, ее там снарядили вот этими втихаля, там, чтобы снимала, да, какую-то там, да, вот эту головочку там поставили и прочее. Ей это невыгодно. Да, в этом конкретном случае она как бы выйдет, наверное, победительницей этого директора или кого там посадят, привлекут к ответственности, ей может быть там, я не знаю, какую-нибудь премию дадут условно, вот как вы говорите, там, не знаю, 50 тысяч тенге, к примеру, ей там выделили. А дальше что? Этой уборщице или этой учительнице? Она что, будет до конца жизни на эту премию теперь жить? Нет. Ей дальше устраиваться надо на работу. Кто ее возьмет? Никто. Никогда. Она будет токсична для всего Казахстана. Получается. Она все, черный волчий билет на всю жизнь, да, и, ну, об этом же надо понимать и думать, да, а коль гражданину невыгодно, вот вся эта система, она дурная. Там тоже ее наверняка где-то просто распиливают эти деньги на премии этим гражданам. Последний вопрос. Вот вы в своей жизни встречали недоговорного чиновника? Вот прям вот вообще договориться нельзя. Может быть, следователя, может быть, судью, про которого бы ходили слухи, ну, вот этот человек вообще вот стопроцентно чист. Ну, не помню, что про кого-то ходили такие слухи сейчас. Когда-то сам, знаете, это еще были, так, конец девяностых, начало двухтысячных. Попал я в городской суд наш в Алма-Ате и к одной судье и она мне говорит, а я там представлял одно госпредприятие, и она мне говорит, вы знаете, это выгодит с этого госпредприятия? Я говорю, да. Она говорит, что-то, а мне, от вас, в отношении вас позвонили из Министерства юстиции. Тогда судьи были под Минюстом и просили, типа, за вас, за то, чтобы вот вы, как бы, выиграли там в процессе. Ну, а я-то нормальный человек. Я говорю, ой, вы знаете, я как бы понял, о чем идет речь. Я говорю, вы знаете, у нас просто наш директор предприятия, у него друг там, то ли помощник, министр юстиции, то ли еще кто-то. По-видимому, он узнал, и вот это вот так вот от этого министра позвонили, решили помочь. Я говорю, вы не берите в голову, не надо, давайте все по закону, нормально делайте, да, просто, говорю, люди, видимо, хотели помочь другу своему. Она говорит, нет, вот раз вы такое сделали, да, у меня к вам будет самое жесткое теперь отношение, да, то есть дала понять, что вот раз на нее давят, это, и я смотрел, говорю, ох, боже мой, ну, судья, у меня аж вообще сердце вот так вот прямо вот все, супер, и я смотрел на эту судью, потом как-то так я видел, как-то так вот, ну, тоже где-то там хорошо, а потом у меня пошли оппозиционные дела, там были с газета Республика, какие-то там процессы в гурсуде, и как-то уже эта судья так выносит такие решения, и я смотрю на нее в глаза, и она бедной глазки опускает, и все, все, все поплыло уже, понимаете, то есть уже выполняет, и я всегда говорю так, вот приходит такая честная девочка-судья, и она хочет все делать нормально, допустим, у нее есть нормальный муж, который ее хорошо там снабжает, и так далее, и не хочет она мараться в этих взятках, ну вот какая-то мораль у нее в голове есть, да, и как ее ломают, элементарно, ей просто председатель суда говорит, вот по этому решению, вернее, по этому делу должно быть вот такое решение, она говорит, ну как же, это же неправильно, типа по закону вот тот должен выиграть, а не этот, да, он говорит, я сказал все, так должно быть, потому что к председателю пришли взятки, либо там ему кто-то еще там сверху сказал, если она вступает в конфликт с председателем, ее в течение полугода-года выживают из этого кресла судьи, ей начинают устраивать отмены в вышестоящем суде решения, еще какие-то там выговоры, замечания и так далее, то есть, короче, ее съедят, если же она идет на поводу, то ей одно такое указание, второе, пятое, десятое, и через десять указаний она сидит и думает, какая же я дура, я выношу такие же незаконные решения, как и все, меня точно так же ненавидят все за незаконные решения, но при этом все остальные судьи при деньгах, они за это бабки берут, а я как дура без денег сижу, и начинает брать взятки, а когда она одну взяла, вторую, третью, десятую, после десятой уже все, и мне попадались судьи, когда у которых на процессе я сижу, как-то тоже мне попалось такое, я с одной стороны, с другой стороны такой же юрист, и мы оба друг на друга такие, значит, там разводим теорию права, там кто прав, кто виноват, там все доказываем, судья взорвалась в конце концов, и сказала, что это вы тут мне уже второе или третье заседание, часами тут разводите все это, да, немедленно ко мне руководителей вызвать, да, на следующий процесс, вы мне не нужны, чтобы пришли сюда руководители, я с ними переговоры проведу, и руководители потом намекнули, что, ну, судья намекала на денежку, вот так вот, когда никто не дает денег, и никто не предлагает, уже судье, я извиняюсь, конечно, за сравнение, да, как у проститутки, которую поимели бесплатно, да, вот такое ощущение появляется, так что... Праведный гнев, праведный гнев уже появляется... Постепенно они ломаются, бедные, из-за вот этой вот всей системы, поэтому говорить, что можно снизу ее сломать, чтобы сказать, а вы не давайте, да, а вы не берите, которые там приходят, бесполезно, ничего не получится, только сверху реформа может быть, а как ее делать, я вам быстро, конечно, не расскажу. Да, ну, расскажите когда-нибудь в нашем эфире, спасибо, Сергей, да, я еще хочу сказать, что у нас классное видео с вашим участием, нашим зрителям, напомню, с участием Сергея Уткина, есть на канале, там мы говорили, вживую говорили в нашем подкасте о том, что сейчас происходит с медиа, и там тоже очень много, очень ценных и важных мыслей Сергей Уткин озвучил, спасибо за вашу принципиальность. Спасибо, Сергей. Давайте, двигаемся дальше, есть у нас еще одна новость, да, новость из Туркестанской области, шокирующая история там произошла, судят 34-летнюю женщину за убийство мужа, наши коллеги из интернет-портала Азаттек рассказали, что подсудимая сама призналась содеянным и вину не отрицает, но также рассказала, что муж избивал и издевался над ней на протяжении 14 лет, а убила она его во время очередной ссоры, которая возникла из-за видео, которое женщина опубликовала в ТикТок. Подсудимая рассказала, что сначала муж дал ей нож и приказал нанести себе увечья. Женщина, по некоторым данным, оборонялась и этим же самым ножом ударила своего супруга. Вот так закончилась история многолетних издевательств. А мы двигаемся дальше. Да, жуткая история, но еще одна у нас тоже есть история, которая могла бы закончиться жутко, но, к счастью, закончилась вроде бы как будто бы с хэппи-эндом. В аэропорту Актау задержали двух иностранцев, которые перевозили наркотики в собственных желудках. Спецоперацию провели сотрудники КНБ, видимо, они точно знали, кого нужно брать, вот этих курьеров, поэтому из аэропорта мужчин сразу доставили в клинику, где провели рентгеноскопическое исследование брюшной полости и нашли то, что искали. Специалисты сообщили, что изъяли из желудков иностранцев почти что 300 контейнеров с наркотиками. Все это было весом более 2 килограммов. Перевозчиков поместили под стражу, но и начали расследование. Почему мы сказали, что история закончилась с Далтеншаш хэппи-эндом? Потому что много историй, когда вот таких вот курьеров, которые перевозят наркотики внутри себя, контейнеры разрываются, и курьеры мгновенно умирают от отравления острого. Жуткое. Поэтому не употребляйте наркотики и тем более не перевозите их, не занимайтесь их контрабандой. Ну и к другим новостям. Жители села Туртколь Карагандинской области жалуются на массовый падеж скота. Лошади гибнут от неизвестной болезни, которая проявляется гнойными язвами. Начинается с ног и распространяется по всему телу животных. Местные жители считают, что это лимфангит и просто не знают, что делать и как спасти скот, который их кормит. Вот так вот мучаются лошады. Пока наша комиссия приедет, пока они видят, что за болезнь, хотя и так видно, что вот болезнь не поможет. Вот и кобыл. Уже затрудненное дыхание, а один глаз уже сгнил. Зампорт неприятный. Вот даже еще только началось болеть, и дверь тоже так не осталось. Ой, жуткие кадры на самом деле. Жалко животных. И все мы вам показать не можем, поэтому там заблюрено. В общем, районная ветеринарная инспекция взяла пробы на анализ и ждет теперь результатов из лаборатории. И если вот этот самый лимфангит у животных будет подтвержден, то в селе Тортколь введут карантин. Ну, больные и павшие животные будут изъяты, а людям пообещали компенсировать потери. Но мы тут с Алтаншаш еще говорили до эфира, что самое главное, чтобы вот это мясо этих животных не попало как-то на рынок. Чтобы никто... Чтобы его не продавали. Да, чтобы его не продавали. Потому что тоже такие случаи были. Люди теряют единственное, может быть, ценное, что у них есть, и готовы даже продавать мясо животных. Просто отправлять их на убой и хоть какие-то деньги выручить. Так делать нельзя. Мясо употреблять это опасно. В пищу. Да. Ну, теперь новости из России. Там ЦИК отказался регистрировать Бориса Надеждина в качестве кандидата в президенты. Участвовать в предстоящих выборах он, очевидно, не будет. По результатам проверки подписи комиссия забраковала больше 9 тысяч. Правда, 95 тысяч подписей признали действительными. Но этого мало. Чтобы участвовать в выборах, нужно 100 тысяч голосов. Да, но сам Надеждин заявил, что не согласен с решением этого российского ЦИКа. Он собирается судиться с комиссией. Но надежды для Надеждина как будто уже нет. Понятно же, как работает эта система. Ну и таким образом в этих президентских выборах в России будут участвовать 4 кандидата. Ну, там все смешные. Владислав Даванков от партии Новые люди. Оказывается, в России есть такая партия. Николай Харитонов от КПРФ. Это, я так понимаю, какой-то наследник Зюганова, что ли. Леонид Слуцкий от ЛДПР. Ну, это вот замена Жириновскому, да, этот Слуцкий, который, я так помню, который к журналисткам приставал, который был замечен в харассменте. Ну и этот последний кандидат, понятно, Путин. Идет самовыдвиженцем, между прочим. Вот такой выбор будет у россиян. Впрочем, многие эксперты на самом деле не строили больших надежд. По их мнению, если Надеждин не проект Кремля, то участвовать в гонке ему, кандидату с антивоенными взглядами в любом случае не дали бы. Или даже если он этот проект Кремля, то проект, который в какой-то момент вышел из-под контроля. Или они сами не ожидали, эти политехнологи российские, может быть, такой реакции. Но там на самом деле очень много версий такой реакции на Надеждина. Напомню, выбирать президента своего россияне будут с 15 по 17 марта. Ну и есть у нас еще одна новость, связанная с Россией. Да, все сегодня обсуждают интервью, которое Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсену. Сначала его долго анонсировал в том числе и сам Такер Карлсон. Теперь раздирает на цитаты Путина и пытается объяснить, зачем вообще было это интервью. И вот что касается этого разговора, то по большому счету за два часа интервью сенсационных заявлений в нем не было. Впрочем, а кто на них рассчитывал? Может сам Такер? Да, ну многие уже называют всю эту историю с этим Такером и с Путиным Малыш и Карлсон. Да, там еще одна прикольная история. Это картинка, по-моему, Невзоров опубликовал. Это он придумал этот заголовок журналист Невзоров. Значит, Путин Такер стоит на Путине и там написано Карлсон, который живет на крысе. Да, тоже забавно. Ну, в общем, там все изгаляются в интернете все как хотят. Ну, понятно, это был такой политтехнологический такой трюк, ход. Сейчас мы об этом поговорим с нашим экспертом. Немножко поговорим о том, что там Путин, если вы не будете смотреть, мы вам перескажем, о чем там Путин говорил. В общем, Путин завел старую песню об этих украинских фашистах, о том, как западные спецслужбы спровоцировали госпереворот, по его словам, в 2014 году в Украине, а теперь американские и европейские наемники воюют против России на территории Украины. Ну, и то, что войну вообще, по его словам, начала не Москва, а Киев. Ну, и при этом Путин не забыл подчеркнуть и то, как с самого начала войны якобы российские власти пытались путем мирных переговоров прекратить конфликт, но украинская сторона опять же, по его словам, этому якобы противится. Ну, в общем, мы не видим смысла углубляться в детали этого двухчасового разговора о том, как российский диктатор спасает Россию и мир. Но хотим поговорить о том, что эксперты считают неспроста сторонник Дональда Трампа, экс-ведущий канала Fox News Такер Карлсон сделал это интервью. Якобы оно может повлиять на американское общество, добавить бонусов Трампу в президентских выборах, которые будут в ноябре этого года. Как связано одно с другим, сейчас попытаемся понять вместе с нашим экспертом. Политолог Валерий Володин уже с нами на прямой связи. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Валерий, ну вот вы нам как политолог, пожалуйста, расскажите, кому вообще и зачем нужно было это интервью? Ну смотрите, в первую очередь, конечно же, это интервью нужно было Владимиру Путину и Российской Федерации, потому что само по себе оно свидетельство того, что Россия как будто бы не изолирована. И как будто бы с Россией даже сегодня, несмотря на на войну, продолжают вести диалог. И Путину очень нужно иметь какой-то доступ к этой западной аудитории и доносить свой главный тезис, говорить о том, что якобы это не Россия начала войну в Украине, а Россия всего лишь пытается закончить войну, которую начали без нее. И опоследованно таким образом соответственно Путину кажется, что у него и у России есть шанс переломить ситуацию в Украине в свою пользу. Соответственно, главная задача, которую он видит, это действительно потенциальная поддержка Дональда Трампа и вообще задача убедить Запад убрать наконец Зеленского и подтолкнуть власть и новую власть нового лидера Украины к переговорам с Россией, которые будут естественно в пользу России. Ну и в целом, что в России есть особенное отношение к Трампу, где его воспринимают наверное как американского Горбачева, которому предстоит расколоть Америку и которому предстоит собственно ну а если не расколоть, то по крайней мере нанести достаточной какой-то проблемы, чтобы новая Америка стала слабой. Слабая Америка сильная Россия. Все просто. И как бы у России почему это нужно России очевидно. Зачем смотреть 30 минут как Владимир Путин рассказывает историю России от Рюрика до наших дней среднестатистическому американцу это уже совсем другой вопрос. Как это интервью может повлиять на предстоящие выборы в Америке и в целом помочь Трампу? Ну смотрите, Таккер Карлсон фигура довольно одиозная. Еще недавно он был крайне популярным ведущим на главном республиканском канале Fox, откуда его уволили по непонятным довольно причинам, но он славится своей непримиримой отношением к многим либеральным ценностям, к движениям за права черных, за гендерные права, за другие леволиберальные ценности. И соответственно вот он нашел приют через свое новое шоу и через канал на бывшем Твиттере, на нынешнем Икс, который во многом тоже разделяет те же самые новые правы или новые консервативные, новые традиционные ценности. И соответственно Такер Карлсон, я не могу говорить подлинно точно, но многие эксперты абсолютно уверены, что он человек Трампа. И он полностью поддерживает Трампа. И это интервью было во многом таким шажком навстречу к победе Трампа в грядущих выборах. Почему это может произойти? Потому что одно из главных собственно ключевых обещаний, которые есть у Дональда Трампа, что он достигнет договоренности с Владимиром Путиным, война будет закончена, Соединенные Штаты перестанут выделять деньги на спонсирование войны и так далее и тому подобное. И соответственно огромного количества тех, кто поддерживает республиканцев, поддерживающих Трампа или просто неопределившихся американцев, которые не знают в какую сторону за кого им проголосовать, тот момент, что какая-то война может быть окончена и будет достаточным таким поводом, чтобы проголосовать не за старину Джо, а за господина Трампа. Скажите, пожалуйста, а вот эта версия о том, что вот этот визит Карлсона был таким образом спланирован, чтобы резко поменять повестку с Надеждина. Эта версия имеет место быть? Вот только что отказали Надеждину и буквально через несколько часов все переключились на обсуждение интервью Путина. Я в это категорически не верю, поскольку договоренности с Карлсоном были довольно давно, как и, насколько я знаю, у Кремля. Поэтому ничто это не случайно. Да и более того, давайте будем честны, что Россия, что Казахстан не те государства, где правительство особо интересуется, что подумают граждане. И, соответственно, как-то менять оптику, менять точку зрения, привлекая внимание к Путину, а не к Надеждину, ну, как-то это как будто не то, что на самом деле стоит обсуждать. Просто важно понимать, что при всём при этом у западных граждан на самом деле есть огромное количество возможностей посмотреть самые разные интервью Путина, прочитать их, узнать его точку зрения. Поэтому как бы ничего нового Владимир Путин западному миру не рассказал. Как бы просто им против их собственной воли пришлось опять-таки слушать лекцию о том, как видит историю Владимир Путин. Ну и что ещё, мне кажется, очень важно? То, что господин Карлсон за всё время не был более сильным интервьюером, нежели Владимир Путин, и более того, многие даже считают, что это Владимир Путин брал интервью у Такера Карлсона, а не наоборот. И ведь наверное самые больные для очень многих людей вопросы, например, касающиеся Буучи, касающиеся Кременчука или касающиеся Мариуполя, собственно, Карлсон Путину так и не задал. А такой вопрос, почему Карлсон вообще согласился на это интервью? Есть данные, что речь идёт о каком-то огромном гонораре? Да, есть данные, что можно было построить пять больниц и семь школ в Воронеже. Тут был интерес в деньгах или ещё в чём-то? Я думаю, деньги — это всегда классно, особенно в капиталистическом, империалистическом мире. Но при всём при этом важно то, что Такер Карлсон, который ещё недавно был абсолютной звездой журналистики, был изгнан из мира журналистики и не мог себя на протяжении примерно годов никак проявить. И вот новая возможность — это его собственное авторское шоу, это возможности канала X, как бы площадки X. И, соответственно, именно через интервью с одним из мировых лидеров он, собственно, заявил о себе, вновь о своём шоу и привлёк достаточное внимание. Поскольку, опять-таки, стоит обратить внимание, что очень многие журналисты, конечно же, хотели бы поговорить с Владимиром Путиным и хотели бы задать этот вопрос. Я уверен, что и вы с радостью бы задали несколько вопросов, оказавшись перед Владимиром Путином, как это принято спрашивать. Но получилось только у Карлсона, как, собственно, и проговорился и Путин, и говорил его пресс-секретарь, значит, какая-то договорённость определённая у них была о разрешённых вопросах, о тех темах, которые можно проговаривать, и о повестке, которая должна быть. Ну и опять-таки, Владимир Путин был победителем в этом интервью, и он останавливал Карлсона, он вёл дискуссию, он говорил о том, чем хочет, и не отвечал на то, на что не хотел отвечать. Так что, как интервьюер, Карлсон в этот раз абсолютно продул. Понятно. Ну, в общем, Карлсон такая новая реинкарнация этого Оливера Стоуна, был же тоже такой персонаж, тоже в прошлом известный режиссёр, который тоже ездит и у всяких тиранов берёт интервью и снимает про них фильмы. Валерий, вот мы тут, пользуясь случаем, хотим задать ещё один вопрос по поводу президентских выборов. Что вы думаете о Надежде? Всё-таки был это проект Кремля или это был проект Кремля, который в какой-то момент вышел из-под контроля? Зачем вообще допустили, зачем российские политтехнологи кремлёвские допустили как будто бы ситуацию до края? Знаете, я думаю, их сгубила немного их уверенность в себе. Да, разумеется, любой кандидат, что в Казахстане, что в России, должен иметь какой-то административный ресурс и как-то быть представлен в государстве и иметь связь с государством, чтобы вообще показать себя. Но при этом, наверное, когда они решили то, что с Дунцовой получилось как бы абсолютно так смешно и легко, то и здесь тоже прокатит. Кто мог поверить, что абсолютный сбитый лётчик от политики, которого последний раз, наверное, видели в те времена, когда Владимир Соловьёв был ещё журналистом а не пропагандистом в телевизоре, что он привлечёт достаточное внимание людей и что люди пойдут за ним. Но, как известно, на безрыбье и рак рыба, и надежден кандидат. Поэтому в какой-то момент в Кремле поняли то, что нет, нам нужно, чтобы в этой гонке участвовали только ну очень-очень немолодой Харитонов, очень сомнительный и тоже одиозный Слуцкий, никому неизвестный человек из партии «Новые люди», «Новая жизнь», извините, не помню, и Владимир Путин. Как бы кого бы выбрали вы? Ну и ещё всё-таки нужно зафиксировать. В Казахстане прекрасно знаем подобные механизмы, когда выберете из нескольких сортов совсем не шоколада, то, что вам более вкусно. Ну и ещё всё-таки нужно зафиксировать, что у Надеждына была антивоенная риторика, пусть и такая очень мягкая, но всё-таки как будто бы на самом деле выстроились очереди и люди восприняли его как некую надежду прекратить войну. Вот что вы по этому поводу думаете? Я полностью с этим согласен. Это то, что я и называю, что проект вышел из-под контроля не проект Кремля, а просто как бы проект по тому, насколько можно отпустить у дела. И, соответственно, ну я, например, здесь же в Алматы у нас видел очереди людей, которые, те самые релаканты из России, многие ребята и девчата, которые видели, может быть, чуть ли не единственный шанс в своей жизни в ближайшие годы вернуться на родину. именно в фигуре Надеждина. Но не получилось. Но очень важно было просто для Кремля, чтобы Надеждин уж точно никак не набрал 10%, чтобы было абсолютное ощущение, что вся Россия и всё её население в едином порыве поддерживает войну и поддерживает план Путина. А соответственно, когда у нас 10% несогласных, а всё ли мы делаем правильно? И может быть, тогда, если эти 10% почувствуют какую-то свою общность, и снова начнётся и новое болотное, и новые митинги, этого не хочет ни один правитель, в том числе и Владимир Путин. Спасибо, Валерий, но я напомню, что с нами был на связи политолог, наш эксперт Валерий Володин. Спасибо за ваше мнение, очень важное. Спасибо вам. Игорь Негода.